Народ, привет! Доброй ночи! Решила я разобрать слово, суть слова «новое». Прикол! Суть слова «новое». Что такое «новое»? «Новое» — это хорошо забытое старое, да? Так вот, «новое» — это конечный или промежуточный результат развития, рассмотренный с точки зрения его отношения к предшествующему состоянию развивающегося объекта. Простыми словами, «новое» — это то, что возникло впервые, и то, чего никогда не было раньше. Еще раз. «Новое» — это либо конечный, либо промежуточный результат объекта, который развивается. То есть вот он идет, он как бы, ну, он развивается. В общем, это пришло я к тому, что «новое» — это просто результат твоего развития. То есть это закономерный результат. То есть ты сделала шаг — уже новое. Я еще сделала шаг — уже новое. То есть каждый твой... Ну, это даже не закономерный результат развития, это закономерный результат движения. Это результат движения всего лишь. Ты вот, ну, двинулась, да? Да. Ты двинулась куда-то, получила что-то новое, получила новый опыт, получила новое знание, получила новые возможности. Ты двинулась туда, если ты сидишь, ну, у тебя нового мало будет, да? Оно даже в любом случае будет. Это просто результат движения. Я такая сижу и думаю, а каково ж... Почему мы так боимся идти в новое? Почему возникает страх идти в новое? Вот, ну, страх. Я такая думаю, дай-ка разберу страх. Что такое страх? Ну, понятно, страх — это эмоция, которая встроена в нас генетически, которая пришла в нашу голову либо благодаря предыдущему опыту, ну, да, она опять же встроена в нас генетически, потому что страх, он завязан с инстинктом самосохранения, когда, ну, я же, я прям, я полезла, я, если мне что-то интересно, я и с психологической точки зрения, и с физиологической точки зрения, всё, я прям... Что, в принципе, с точки зрения физиологии происходит? Происходит выброс адреналина сильный. То есть... Тебе начинает колотить. На выброс адреналина — это мобилизация организма. Организм мобилизуется. Либо нападать, либо бежать. Ну, то есть это же опять спасибо инстинкту. И тут я такая сижу и думаю. То есть страх, он как бы мобилизует и собирает. Тогда вот вопрос. На миллион. Внимание, вопрос. Да? Почему он возникает, когда мы идём в новое? Блин, ну, это же логично. Мы не знаем, что там. Ну, опять же, инстинкты, ну, никуда не денешь, да? Мы идём в тёмный лес, мы не знаем, что там. Нам страшно. Там либо нападать, либо убегать. И страх наш организм мобилизует. Вот говорят, страх парализует. Мне не даёт что-то сделать страх. Мне страшно. Так просто посмотрите с другой стороны на этот страх. Он оказывается... Оказывается, страх не тормозит. Страх, ну, по своей природе, он не должен тормозить. Он не тормозит, он мобилизует. Потому что есть тебе страшно в момент опасности. А в момент опасности срабатывают инстинкты. Либо напасть, либо убежать. Инстинкт, ну, страх может парализовать только одно животное на земле. Это козу, которая специально была выведена так, генетически. То есть в стадии коз всегда есть одна коза, которая от страха... Вот её так на бок. Видели 100% таких коз. Вот их вывели генетически. Их страх парализует для того, чтобы все остальные убежали, а волки сожрали вот эту козу. Специально. Мы в себе вот эти инстинкты, ну, подавить не можем. Ещё раз говорю, либо бежать, либо нападать. Ещё раз. Страх мобилизует. Он не останавливает. До меня сейчас вот это дошло, у меня просто, вот как обычно, мозг на стене. Это, наоборот, тебя собирает. Ты идёшь в новое, тебе нужно быть готовым к этому новому. К тому, что там неизвестно, что, там непонятно, ну, реально. Прикиньте. Я боюсь. Я же просто себя, опять же. Я боюсь куда-то идти, потому что там может быть то-то, то-то. Блин, бойся и иди. Ты уже мобилизована. Ты уже включена. Конечно, бойся. Естественно, бойся. Тебе надо быть готовой к чему-то, к тому, чего ты не знаешь. Офигеть, народ. Я в шоке. Просто в шоке.